Нелька Засиделась у вас. Ночь наступила. О, страсть-то! Весь мир трепещет. Второй час льет. У тебя когда дежурство завтра? Утречку. С восьми. Оставайся у меня. А то еще потонешь в пути. А соседи что скажут? А плевать. Да Маше дойдет. А Машке это ни к чему. Вот такое ко мне отношение. Ну тогда весело. А вот у вас выпить покрепче ничего нет? Дурная ты, Нелька. Не дурнее других. Август на дворе, Нельчика. Приемные-то в институт заканчиваются. А я отменила на год. Ведь сообщала вам, Михаил Михайлович. Да, но не объяснил почему только. В сил набираюсь. И вас вот с интересом рассматриваю. Вот вы скажем, кашу едите. А я на вас смотрю и поражаюсь. Как красиво кашу ест. Или на операции наблюдаю. Тоже картинка. Вообще на вас смотреть заглядишься. Ну, поучительно одним словом. Неля, давай станцуем. Давай. Да куда вы. Не станцуем мы с вами. Ночь наступила. И стиль у нас непохожий. 12 лет разница как-никак. Миша, а хотите я вам одна тихонечко станцую? У меня даже номер есть. Вышел гусь погулять называется. Я с ним в седьмом классе выступала. Ну, аккомпанемента нет, так что я сама подпевать вам буду. Себе. Садитесь. Угу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот. В таком роде. Дальше было еще интересней. Только я позабыла. Вот вы знаете, после этого танца на меня очень многие с восхищением смотрели. Угу. Угу. Мне что-то не понравилось. Костюмчик порвал танцевальный. Меня побил сильно. А мать на неделю без туфель заперла. Серьезные были люди. Очень меня воспитывали. Любили, потому что так они объясняли. Перечеркнули юности, в общем. А я радоваться хотела. Вот вы знаете, Миша. Вот я с детства, я безумно хотела радоваться. Ну, чтоб погода всегда была хорошая. Чтоб музыка повсюду играла. Чтоб были фестивали, шествия. И чтобы люди все были добрые. Радовались друг дружке. Они все зачеркнули, все. Следили за мной неотступно. И доследили только. Я уж когда в десятом классе была, они уехали на неделю. Одну меня оставили. Вот я тогда словно в бездну кинулась. Все. Все себе позволила. Все. Назло не оглядываясь. А дальше? Ну, что дальше-то? Мало хорошего в общем. Летом расплачиваться пришлось. Вскоре после выпускных увезли меня. Наверное, девочка должна была родиться. Не случилось. Родители пресекли. Вот я после этого и убежала из дома. Горько стало. Ну, а парнишка твой, что же? Ну, а чего парнишка-то? Гуляет где-нибудь. Я вон, помню, вещи собрала. К нему прибежала. А уж октябрь наступил. Холода. Бежим, говорю, вместе. А он, знаете, Миша, так это весело мне отвечает. В общем, говорит, уйди ты от меня. Я когда слова тебе вспоминаю, мне умереть хочется. Уйди ты от меня. Я на это часто потом наталкивалась. Поверить хочется, что есть настоящее. И дружба, и нежность. Вот я живу-живу, так и не встречаю. Ах ты, Нелька, Нелька. Нелечка, Нелек. Все есть, Нелька, все. Это ты мне поверь. И такая мука порой охватывает, и такой восторг. Ты вот что главное, ты верь. И тогда к тебе все придет. Сразит наповал, зажмуришься еще и ахнешь от любви. Я тебе честное слово даю. Навряд ли, Миша. А я тебе говорю, что будет. Настанет, увидишь. Это к каждому человеку приходит. Только вот человек это угадать должен. Мое. И вот тогда он навсегда счастлив. А потом, Нельчик, что бы с ним ни случилось, а он все равно до самой смерти с улыбкой вспоминать станет, что у него это было. Что ты? Ты чего, глупая, напугалась, что ли? Миша. Мишенька. Ну, женитесь на мне. Голубочек Миша. Ну, спасите меня, Миша. Миша. Нельзя. Почему? Я Машку люблю. А вам чаю налить? Да нет. Не хочется. Да он уже остыл. Неля. Скажи. А зачем я тебе? Тссс. Погоди, дай-ка мне ладошку, я тебя погадаю. Ну, давай, ну, дай ладошку, что ли. Так. Вот мы сейчас все и увидим. А это не меня ты любишь, Нелька. Да, вот совсем другого любишь. Вот, значит, за мной ты не любишь. Зачем я тебе понадобился, чтобы его из сердца вырвать, от власти, чтобы его освободиться, а? Откуда это вы взяли? Ну, а там все на ладошке. Обидел он тебя, а ты и не стерпел. Всем прощал, а вот ему ни за что. И неправда. Я его не люблю. Я его ненавижу просто, презираю. Да он негодяй, вот он кто. Он меня обманом склонил. Он дал понять, будто я обязана ему. А зовут Никита. Этот. Он опасный был. Смеялся ласково. И такой он, раз, добрый, веселый бывал. Замечательно и говорил слова, каких я никогда не слышала. Только он их случайно произносил, потому что я для него никто была, то ли есть, то ли нет. Но не смогла рядом с его пренебрежительностью жить. Убежала куда подальше. А вы не воображайте, что я от него молча терпела. Ему тоже приходилось. Ну, да. И как же приходилось-то? Ну, а я его сердила в отместку. Выводила, в общем. Врала, что беременная. Испугать хотела, что ли. Вот не то. Не то. Ну, как же вот в книжках про любовь. Там все так складно. А в жизни же не то. Ну, смута какая-то. Да? Бедствие, в общем. Да, это маленький есть. Только ты причитать не торопись. Ежели жив, тебе все доступно. Утешаете меня. Ага. И себя заодно тоже. Приблизилось небо и молча стоит над землей. Зачем я простился и снова встречаюсь с тобой? Не знаю, не знаю, как ветер осенний не знает. Зачем она, павший, листья земли поднимает? Зачем их молча кладет на поля и покосы? И снова бросает на голые ветки березы. Не знаю, не знаю, как ветер осенний не знает. Зачем она, павший, листья земли поднимает? Зачем их ночью кладет на поля и покосы? И снова бросает на голые ветки березы. Приблизилось небо и молча стоит над землей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дождь стихает. Угу. Только вот ведь какая беда-то, представь. Машка-то ушла от нас, наверное. Ловейкой там показался почему-то. Узнали, откуда. Эй, Нелечка. Добрые люди, слава тебе, Господи, везде есть. Миша, не верьте. Поверил. Вот тут и поверил. Ну, ладно, только ты. Машке-то ей ведь все-таки виднее. Того, что у нас с ней было, Нелечка, у меня ведь никто не отнимет. Вот это ж, Олеша, никто. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА